МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно создание самой обычной фотографии было сложным технологическим процессом, требовавшим длительного времени и особых профессиональных навыков. Уже сегодня в кармане каждого из нас лежит настоящая персональная фотостудия, позволяющая буквально в несколько нажатий создать технически совершенную картинку. Нет, наш сегодняшний выпуск не об истории фотографий, и уж тем более не о фототехнике. Мы поговорим с вами об одном из самых противоречивых фотографов, который сторонился прогрессом. Мирослав Тихий, художник с самодельной камерой. Главное — это иметь плохой фотоаппарат. Если хочешь стать знаменитым, то делай своё дело плохо. Хуже всех на свете. Красивое, пригожее, выбестованное — это уже никого не интересует. Пока Юрий Гагарин покорял просторы космоса, человечество изобретало цифровое телевидение, светодиоды и оптические диски, Мирослав Тихий мастерил фотоаппараты. Из кусков фанеры, поломанных очков и тюбиков из подзывной пасты, которые он находил среди мусора, он создавал настоящие, полноценные, сложные фотомеханизмы. Он бродил по улицам и снимал. Снимал много. Преимущественно полуобнажённых женщин. Он фотографировал их по-тихому, незаметно. Похоже, что его фетишем было подглядывание. Мы можем его осуждать, но сегодня работы Мирослава Тихого стоят баснословных денег. Нью-Йорк, Париж, Лондон, Берлин. Сам фотограф ни разу в жизни не покинул пределов родной Чехословакии. Зато его работы облетели весь мир. Его называли фотографом каменного века. Одним своим существованием он словно оскорблял коммунистическую элиту родного города. Мирослав Тихий расстался с общественными обычаями и ушёл во внутреннюю эмиграцию, словно наблюдая за жизнью со стороны. Мирослав Тихий родился в 1926 году в состоятельной семье в маленьком чехословацком селе. Он с детства любил рисовать и сразу после окончания гимназии в 1946 году поступил в Пражскую академию искусств, где быстро стал одним из самых успешных рисовальщиков. Всё у способного юноши складывалось как нельзя лучше до тех пор, пока в 1948 году в Чехословакии не случился коммунистический переворот. С тех пор в академии начались беспощадные гонения на студентов и преподавателей, которые не поддерживали нового режима. При коммунизме нам было запрещено рисовать обнажённых женщин. Мол, это выводит в сторону от построения социализма и от трудовых масс. Как только это запретили, я перестал ходить в академию. Тихий перестаёт посещать занятия. Его отчисляют и отправляют на военную службу. По возвращении с душевным состоянием Мирослава случилось что-то непоправимое. Он попадает в тюрьму, а по просьбе матери его переводят в психиатрическую клинику. После этого Мирослав Тихий полностью перестаёт следить за собой. Отращивает бороду, начинает носить какие-то лохмоти, словно протестуя против режима. И за это его помещают в психиатрическую лечебницу ещё на 8 лет. Выйдя на свободу, Мирослав открывает для себя фотографию. Картины уже были написаны, рисунки нарисованы. Что мне оставалось делать? Я стал искать новую технику. С помощью фотографии я всё видел в новом свете. Это был новый мир. Мы должны понимать, что речь идёт об эпохе доступной фотографии, когда практически каждый мог позволить себе фотоаппарат и снимать без особых специальных навыков. Именно в те годы началось массовое производство знаменитых на весь мир зенитов. Но Мирослав Тихий сознательно отказывается от современных фотокамер и любых достижений века. Снимки Тихий проявлял и печатал самостоятельно. Каждый его отпечаток уникален. Потому что фотобумагу Тихий зачастую отрывал руками, вовсе не беспокоясь о кривых углах или отпечатках пальцев. В ёмкостях с реагентами плавали окурки. Фотографии Тихого дозревали в пыльной куче буквально годами. На них сидели, лежали, спали. На них проливали кофе. Они мокли под дождём. Их комкали, сминали и подкладывали под ножку стола, чтобы он не шатался. А потом их находили вновь и спасали, обрамляя куском картона. При этом фотограф крайне внимательно относился к цвету обрамления и паспорту, который тоже делал сам. День его начинался рано, в 6 утра. Он бродил по улицам и снимал всё, что попадалось ему на глаза. Его излюбленными местами были автобусная станция, площадь, парк, бассейн и теннисные корпты. Делая иногда по 100 кадров за раз, Мирослав даже не смотрел видоискатель, стараясь оставаться незаметным. Милиция надеялась, что будет возможность арестовать его из-за какого-нибудь проступка. Но в его действиях не было ничего предосудительного. К женщинам он никогда не приставал. В конце концов, его задержали за нарушение гигиены, но вскоре отпустили. Спустя десятки лет Мирослав Тихий стал знаменит. В 2004 году была организована большая персональная выставка его фотографий на Биеннале в Севилье. В 2005 году последовала ретроспектива его работ в музее Цюриха. Его незаурядные, значимые для мира фотографии разлетелись по всем крупнейшим выставочным залам планеты. И в возрасте 78 лет этот чудаковатый старик без определенного места жительства получил всеобщее признание. Обычный городской сумасшедший или философ? Реакционер или эпатажная знаменитость? Тихий отказался от удобств современного мира, чтобы освободиться от необходимости соответствовать его требованиям. Не будь он так жесток с собой, возможно, женские образы, запечатленные им, не вышли бы столь мягкими и грациозными. Да, эти фотографии не резкие. Они недодержанные или передержанные. Ремесленник скажет, что это чистый брак. Но по-настоящему знающий человек скажет, это похоже на искусство. Субтитры создавал DimaTorzok